Всем привет! Сегодня будем решать проблемы планетарного масштаба. Уничтожим голод, спасемся от апокалипсиса и найдем рецепт вечной молодости. Подробности далее. Исследователи из университета Иллинойса нашли способ стимулировать процесс фотосинтеза уросения, что позволит в разы увеличить их урожайность и в конечном итоге навсегда решит проблему голода на планете. Генетическая модификация увеличила урожайность экспериментальных культур на 15-20%, однако ученые полагают, что этот показатель можно довести до 50%. В первую очередь работы ведутся с семенами риса, пшеницы и бобов. К 2050 году население планеты превысит 9 миллиардов человек, ему потребуется на 70% больше пищи, чем люди потребляют сейчас. Если не искать новые подходы к решению проблемы, через 30 лет голод перестанет быть проблемой стран третьего мира и превратится в мировое явление. Ученые оценили вероятность апокалипсиса в 0,2%. Исследование провел космолог Фергус Симпсон из Барселонского университета. Симпсон изучил возможность конца света в текущем и последующих годах 21 века. При этом, по его оценкам, вероятность того, что человечество переживет 2100 год, составляет 87%. За основу разработки ученый взял гипотезу под названием теорема о конце света или аргумент судного дня, согласно которой велика вероятность того, что человечество уже прожило половину времени своего существования. Группа европейских ученых обнаружила новые полезные свойства, которыми обладает вещество под названием спермидин. Это химическое соединение содержится в выдержанных твердых сырах, а также в бобовых и цельнозерновых продуктах. Как утверждают исследователи, оно продлевает жизнь и замедляет процесс старения. Исследователи предполагают, что спермидин замедляет старение, запуская процесс аутофагии, очищение клетки от токсинов и удаление ей собственных поврежденных фрагментов. В конечном счете это способствует восстановлению здоровья отдельных клеток и, как следствие, сохранению молодости организма в целом. Это были самые злободневные новости науки на сегодня. Пока-пока.